Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич, и сегодня я расскажу вам все самое важное о формуле здоровья. Зимой и летом одним цветом. Несмотря на красивое название, розация не имеет ничего общего с розами. Просто у людей с этим заболеванием нос и щеки становятся ярко-красными, а то и пурпурными. Что с этим делать, разберемся сегодня в формуле здоровья. Розация или розовые угри – болезнь тех, кому за 30, особенно светлокожих и голубоглазых. Обычно она подкрадывается незаметно и чаще возникает у женщин. При розации нарушается работа кровеносных сосудов кожи. Сначала они начинают слишком бурно реагировать на, казалось бы, незначительные воздействия. Выпили горячего чаю, поели остренького, сходили в баню или понервничали. Нос и щеки тут же становятся пунцовыми. Время идёт, и нормальный цвет кожи уже не восстанавливается. На ней видны розовые угри и синеватые прожилки. Это расширенные сосуды. Кожу не помогает восстановить ни кремы от прещей, ни даже отбеливающие маски. Остаётся одно – тональный крем. Диагноз «розация» поставить несложно, но не стоит доводить болезнь до крайности. При появлении первых симптомов срочно идите к врачу. Послушаем нашего эксперта. Самое главное – подобрать уход. Очень важно исключить всевозможные жёсткие щётки для мытья, для очищения кожи, скрабы. Не рекомендуется протирать кожу кубиками льда. Не рекомендуется умываться дегтярным, хозяйственным и прочим мылом. Считается, что средства, в составе которых есть камфора, мята, лаурилсульфат натрия, способны очень раздражать кожу, особенно с «розация». Поэтому самые мягкие, самые щадящие умывалочки – средства для очищения кожи. Солнцезащитный крем и зимой, и летом, круглогодично. Зимой – 10-15 SPF, летом – 30-50. Вообще, пациентам с «розацией» рекомендуется не загорать, избегать влияния солнца, так как солнце – это самый главный провоцирующий фактор. Кожа при «розации» очень капризная, поэтому не всегда с первого раза удается нам подобрать лечебные препараты, хотя перечень их достаточно разнообразный. Ни в коем случае не рекомендую наносить на лицо гормональные кремы, фторированные, нефторированные, любые при «розации», так как кожа чувствительная, она очень быстро привыкает. И при «розации» очень быстро возникает стероидный дерматит, то есть когда кожа становится зависимой. Также известны и факторы-провокаторы, которые могут вызвать обострение болезни. Это никотин, алкоголь, кофеин, пряности, специи, перец, цитрусовый и шоколад, а также стресс. Поэтому рекомендуем вам ввести пищевой дневник, где вы будете записывать реакцию кожи на те или иные продукты. И никаких волнений. Пусть на вашем лице будет лишь здоровый румянец. Надеюсь, всё, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ONT.BY и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова